МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут только о самом интересном. В Карагандинской области прошел традиционный агросовет. Депутаты раскритиковали карагандинские дороги. За водителями автобусов пристально следят дорожные полицейские. Карагандинская область первая в республике создаст аграрную карту региона. Таким образом, власти будут развивать сельское хозяйство в Центральном Казахстане. Это стало известно сегодня на ежегодном агросовете, который прошел в селе Самаркан Бухаржираусского района. Здесь обсудили проведение весенних полевых работ, состоялась выставка сельскохозяйственной техники. Это насосные, фильтра, и вот идет вода через трубопроводы. Глава крестьянского хозяйства Айхан показывает систему капельного орошения. Сельскохозяйственные приспособления они начали использовать первые в регионе. А в прошлом году крестьянское хозяйство приобрело ноу-хау. Картофелепосадочную машину нового поколения за 40 миллионов тенге. Такой нет во всем Казахстане. Таким образом, аграрии посадят картофеля больше и быстрее. По этому межзурядию работает Америка и начали работать в России. Уже несколько лет работают. И кто перешел на это межзурядие, работать легче трактористу. Площадь посадки быстрее, площадь уборки быстрее. Урожайность ничего не теряется. А на капельном урожайне урожайность увеличится как минимум на 40%. Эти железные кони – то, чем сегодня могут гордиться крестьянские хозяйства региона. Новую сельхозтехнику показали главе области. Между тем, с каждым годом оснащенность сельских округов растет. Сегодня на полях региона работает техника всех мировых брендов. Ознакомились участники агросовета с выставкой развития агропромышленного комплекса. Свои достижения представили все районы Карагандинской области. К примеру, одно из крупнейших сельхозформирований в Нуринском районе в этом году увеличили пассивные площади кормовых культур. Все для того, чтобы в регионе развивалось животноводство. Мы увеличиваем пассивные площади под эти культуры с тем, чтобы на следующий год обеспечить товаропроизводителей нашей Карагандинской области суперсовременными сортами, высоковрожайными сортами для развития животноводства в нашей области, о чем в своем докладе сказал замок ему в области. Начать совещание агросовета было решено с проблемных вопросов. Таковым является урбанизация. Сегодня доля жителей сельской местности составляет всего 20%. Таким образом, Карагандинская область является самым урбанизированным регионом Казахстана. Войти в тройку наиболее сельхозразвитых областей страны – такую цель поставил Болжан Абдишев перед местными аграриями. Мы должны привлекать ученых, мы должны не стесняться ездить друг в друга в свои хозяйства, обмениваться опытом. Мы должны подключать всех опытных людей, чтобы они ездили, разъясняли, водить их штаты, куда хотите, этим вопросом надо будет заниматься. Обмен опытом, инструменты поддержки, которые сегодня имеют со стороны государства, разъяснение инструментов поддержки. Тем временем, Карагандинская область первая в Казахстане внедряет систему аграрной карты. Об этом рассказал заместитель Акима области Кайрат Айтуганов. Уникальность. Впервые мы сделали анализ по всем округам. И сегодня предстоит, в следующий год мы начинаем внедрение, с 2014 по 2020 год. И там, в этой карте, сделаются специализации всех регионов. Начиная с сельского округа, который будет делать аграрную карту округа. В дальнейшем карты округов будут сосредоточены на территории района. И в дальнейшем будет у нас перспективный план развития области на целую область. Несмотря на небольшой удельный вес во внутреннем валовом продукте, всего 4%, сельское хозяйство области располагает огромным потенциалом и большими резервами, отметил Боржан Абдишев. Завершил заседание глава региона четкими поручениями. Мы должны сегодня думать, кто завтра будет кормить город, если все мы сегодня переедем в город, никого не останется на селе. А для этого мы должны увязать сегодня дуальное обучение. Мы сегодня со школ уже должны готовить будущих специалистов. Вы примерно каждый в своих сельских регионах знаете, какие дети есть, какие династии есть и так далее. Особенно вопросы династии мы должны его пропагандировать и дальше развивать. Ирина Камышова, Боржан Алипов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Депутаты раскритиковали карагандинские дороги. По итогам заседания постоянных комиссий в адрес чиновников поступило 18 рекомендаций со стороны народных избранников. Последние просят власти отремонтировать, восстановить или обустроить ряд дорог шахтерской столицы. Однако, по итогам выездного совещания депутаты заключили, не все поручения исполняются или исполняются недолжным образом. Напомним, в этом году на ремонт и содержание автомобильных дорог выделена рекордная для Караганды сумма – два с лишним миллиарда в тенге. Мы видим здесь плачевную картину. Это один из оживленных перекрестков Караганды. Дорога на пересечении улиц Ленина и Гоголя больше похожа на стиральную доску. То яма, то ухаб. В прошлом году здесь заменили тепловодовод. Коммунальщики асфальт вскрыли, а вот восстановили явно с нарушением нормативов. Дорожное полотно попросту просело. Подрядчиками обратно не выполнены по нормам виды работ ремонт. Рекомендации чиновникам по восстановлению дорожного покрытия народные избранники писали и не раз. Причем напоминали, что ремонт должен производиться за счет услугодателей, компаниями, проводившими ремонт дорог. Подрядная дорожная организация, видимо, не была соблюдена правила ни на должном уровне укатанным нижний слой, верхний слой асфальтобетона. К нами направлено письмо, предписание по поводу устранения во избежание недопущения дорожного трасса в управлении шествия. Как до нас доведено, работы будут начаны в середине мая по устранению данных провалов. А это глубокие ямы на улице Гудурмецкая. Съезд ведет к 91-й школе. Учебное заведение в прошлом году отметило полувековой юбилей. Судя по состоянию дороги, хорошего ремонта проезжая часть не видела очень давно. Руководство образовательного учреждения не раз обращалось к депутату по своему избирательному округу. У нас дети здесь, родители с утра привозят детей, вечером забирают. И очень сложно, выезда нет. Ежегодно весной здесь слякоть, грязь, поэтому мы обратились. Сложа руки, народные избранники не сидели. Уже в июне средний ремонт увидит дорога от улицы Штурманская до 7-й магистрали. На это из бюджета выделили 52 миллиона тенге. Ремонтом охватит и проблемный съезд к школе. Также в текущем году мы производим ремонт социально значимым объектом. Это будут охвачены 17 подъездных дорог. Это я вам так скажу, это 92-я школа, это 86-я школа, 101-я школа и так далее. Между тем депутатами было направлено ни много ни мало 18 рекомендаций отделу ЖКХ по выделению средств на ремонт, постановление и содержание ряда дорог шахтерской столицы. Часть из них чиновники проигнорировали. Депутаты утверждают средства на определенную программу в целом. А внутри программы уже рассматривают администраторы программ. И распределением средств занимаются они. Поэтому мы в свою очередь будем впредь осуществлять надзор за распределением бюджетных средств. На основах обращений наших избирателей мы также будем включать администраторам программ те или иные улицы, которые необходимы, нуждаются в ремонте в среднем и текущем, чтобы улучшить условия жизни наших избирателей. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. Угольному разрезу «Молодежный» исполнилось 30 лет. Угольное предприятие, входящее в группу «Казахмыс», сегодня переживает второе дыхание. Модернизируется оборудование, наращивается производство. В поселке «Молодежный» в честь юбилея развернулась концертная программа. В поселке «Молодежный» сегодня праздник. Угольному разрезу 30 лет. И это только начало для промышленного магната местного значения, уверены сельчане. Угольное предприятие с многолетней историей процветает с каждым годом, увеличивая производительность. Уголь, добываемый вами, был и остается неотъемлемой частью нашей жизни. Вы ежедневно трудитесь для того, чтобы в квартирах были свет и тепло, чтобы устойчиво работали наши предприятия. Вкладывайте в это все свои знания и профессионализм. Стабильная работа угольщиков – залог роста и благосостояния нашего региона. Осваивать месторождение угля в «Молодежном» начали еще в 1983 году. С тех пор добыто уже более 160 миллионов тонн угля. Годы шли, предприятие модернизировалось, оснащалось новым оборудованием. Сегодня на долю угольного разреза приходится около 90% общего объема добычи угля корпорации «Казахмыс». Тех, кто внес большой вклад в развитие предприятия, награждают почетными грамотами и ценными подарками. Между тем угольный разрез обеспечивает работу жилищно-коммунальной инфраструктуры не только на промышленной площадке, но и в поселке Молодежный. Предприятие содержит местный дом культуры и два детских сада. Заканчивается ремонт стадиона, который в этом году будет передан в дар местным властям. За эти годы корпорация инвестирована более 6,5 миллиардов в тенге в развитие, в модернизацию производства, на социальную сферу. Вот этот стадион отремонтирован силами корпорации. Сейчас ремонт заканчивается и в следующем году будет он передан уже государству. То же самое будет сделано и с детским садом. Корпорация понимает свою социальную ответственность, в том числе и разрез Молодежный. Постанно поддерживаем Акимак, помогаем. Молодежный можно по праву назвать горнятским поселком. Большая часть населения трудится на одноименном угольном разрезе. Причем трудятся сельчане здесь из поколения в поколение. Для нашей семьи это самое первое вообще предприятие, на котором мы все работаем. И работали, начиная от Истоков и с Каучега перешли. Вот я работал, и супруг работал, дети сейчас работают. Конечно, как кормит нас это предприятие. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Нешуточно взяли за контроль работы водителей автобусов дорожные полицейские. По инициативе управления дорожной полицией города Караганды в очередной рейд они вышли вместе с руководителями предприятий пассажироперевозчиков. Сергей Высокосов рассказывает. У работе пассажирского транспорта в Караганде мало кто скажет доброе слово. Есть три причины, по которым прибегают к его услугам. Нет средств, чтобы вызвать такси. Вам надо прибыть на разнос к начальнику и просто необходимо набраться злой смелости. Вы фанат своего здоровья, но нет времени регулярно посещать фитнес-клуб. 30 минут езды в давке, и вы как будто 3 часа занимались в спортивном зале. И всего за 50 тенге. Правда, надо отдать должное автопаркам. В последнее время на маршрутах появились новенькие машины. Но водят их явно малообученные представители славного шоферского клана. Первый преценет на автобусной остановке 45-го квартала. Сердобольный водитель во втором ряду подобрал подживую женщину. Нарушение, за которое надо отвечать. Пассажирка, из-за которой и разгорелся сыр-бор, не поможет. Из-за нарушения правил дорожного движения, допущенного водителем, она сама могла бы пострадать. Почему вы ставите за второго ряда? Как вы ставите? Я подобрал людей за второго ряда. За второго ряда подобрали людей? Да. А где должны были заезжать? Как вы заезжаете? Я заехал, заехал, потом выехал. Они проголосовали, вы сами инсценируете, чтобы... Нет, как я нарушил, как? Посмотрите на них, бабушка. А дайте-ка. А дайте-ка. А дайте-ка. Производил посадку пассажиров на проезжей части. Он сейчас будет наказан. Грязный, замызганный автобус на маршруте ни у кого не вызывает негодования. Как подтвердили сами руководители предприятий, этого не должно быть. Остановка на 45-м квартале выбрана не случайно. Здесь порой бывает настоящая каша из автобусов. Сигналы тревожат улицу. Водители выстраиваются в два, а то и в три ряда. Каждый день перед выездом контролируют техническое состояние, проверяют автобусы на наличие исправности, чистоты салона. Надо будет увеличивать глубину кармана, длину кармана. Насчет шофера, да, мы вызовем его, накажем. А пока приходится прибегать к суровым мерам. У проштрафившихся водителей изымают права и передают представителям автотранспортных предприятий. Автобусы снимаются с маршрута. Возможно, драконовские меры охладят водительский пыл и заставят более серьезно отнестись к проблеме подготовки кадров. Ведь в руках водителя десятки жизней. Сергей Высокосов, Евгений Ахванасев, Первый Карагандинский. Недавно состояла встреча представителей Караганды Жарык с населением. Компания отчиталась о проделах на работе и, главное, о том, куда уходят деньги потребителей. Руководители Караганды Жарык высказали озабоченность тем, что возрастающий прирост мощностей из-за изношенности электрических сетей, перегруженности линий и подстанций не дает возможности нести необходимую нагрузку. Эта проблема кроет в себе достаточно серьезные угрозы. Сергей Высокосов знает какие. Компания Караганды Жарык была создана в 2003 году. Сегодня в ней работает более полутора тысяч человек. В составе компании организовано 15 сетевых районов. На сегодня определены первоочередные мероприятия по развитию электрических сетей на 2011-2015 годы, которые вошли в инвестиционную программу компании. Масштабность инвестирования, а это около 40 миллионов тенге, требует привлечения нескольких источников инвестирования, собственные и заемные средства при достаточном уровне тарифа. Основные цели инвестиционной программы – снижение сверхнормативных потерь электроэнергии, повышение надежности энергоснабжения и обеспечение возможности присоединения дополнительных электрических мощностей к сетям ТОО «Караганды-Жарык». Для этого планируется проектирование и строительство подстанции «Жарык», что позволит обеспечить присоединение дополнительных электрических мощностей для микрорайонов Юго-Востока – порядка 93 МВт. Строительство новых и реконструкция существующих высоковольтных линий устранит перегруз существующих сетей и появится возможность давать дополнительные мощности для потребителей города. Реконструкция девяти существующих подстанций повысит надежность электроснабжения потребителей. Проводится еще ряд мероприятий, позволяющих стабилизировать и повысить качество предоставляемой услуги, от которой зависит и развитие всего региона. Повышение тарифа пока не ожидается, потому что, согласно инвест-программы, с 2010 по 2015 год тариф установлен и он меняться не будет. Представители компании «Караганды-Жарык» ответили на ряд вопросов, которые возникли во время встречи с населением. К другим новостям. Накануне «Финпол» открыл свои двери для карагандинцев. Сотрудники департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью разъясняли жителям о своей деятельности. На встрече присутствовали представители неправительственных общественных организаций и объединений, бизнес-ассоциации, а также личный состав департамента. Среди слушателей на данном мероприятии присутствовали преимущественно студенты экономического факультета. Ребят в основном интересовали вопросы теневой экономики, а также изменения законодательства Республики Казахстан касательно игорного бизнеса. Начальник управления по раскрытию дел о коррупции департамента финансовой полиции Сергей Федотов на встрече рассказал о целях и задачах подобных диалогов. Целью данного мероприятия является доведение до общественности, до студентов антикоррупционного мировоззрения, то, чем занимается департамент по борьбе с экономической и финансовой преступностью. Цифровые показатели, нововведения, которые на сегодняшний день введены агентством по борьбе с экономической и финансовой полицией Республики Казахстан. В Караганде перекроют дороги. В центре города пройдет репетиция первомайских концертов. Дорога будет перекрыта по проспекту Бухаржирау от улицы Казахстанская до проспекта Нуркена-Абдирова. 30 апреля с 17.00 до 20.00 и 1 мая с 9 утра до 20.00. Выпуск продолжит новости спорта. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Alugal. Шахтер в рамках восьмого тура казахстанской премьер-лиги обыграл Костанайский Тобол 1-2. Прервав неудачную серию победой в Тимиртау над Тарасом, горняки, видимо, выходят на прежний уровень. Карагандинский клуб с первых минут начал обострять игру у чужих ворот, раз за разом создавая моменты атакующей линии. На девятнадцатой минуте раззабивавшийся в последних матчах защитник Евгений Тарасов забил уже во втором матче к ряду и вывел гостей вперед. По втором тайме Сергей Хирниченко удвоил преимущество горняков. В концовке встречи хозяева устроили навал на ворота Александра Мокина и усилиями Баужана Джалчиева смогли сократить отставание, но на большее хозяев не хватило. 1-2. Вторая победа подряд, после которой Шахтер с активом 10 баллов поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. Старая Аркада Чем с удовольствием воспользовался Дмитрий Цибин на 55-й минуте. Разыграв максимальную серию, команды привезли заключительный матч на поле Караганды-арены. Осталось сделать всего лишь шаг до Кубка, но не стоит забывать, что и от соперника трофей на таком же расстоянии. Это все новости на сегодня. Напоминайте телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау Боунсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова